Лада Христенко Сегодня у нас с вами вторник, очередной лоскутный эфир, у нас с вами начало июля, и сегодня мы с вами поговорим о блоке, который называется колодец. Ну, история вопроса. Во-первых, о блоке колодец мы говорили уже неоднократно, более того, у нас на учебной платформе есть курс, который называется «Знаки космоса», где мы шьем блоки колодца. На черном фоне такие яркие расцветки. Почему сейчас возникла необходимость вернуться к блоку колодец? Смотрите. Наиболее, так сказать, продвинутая и предусмотрительная часть нашего лоскутного населения, по моим наблюдениям, уже в конце августа начинает шить. Начинает шить одеялки своим родным и близким, себе, именинникам ко дню рождения и очень часто к Новому году. Конечно же, вы знаете, что следующий год – это год черного водяного кота. Или еще водяного кролика это называют. Ну, неважно, кот или кролик. И поэтому, конечно, сейчас одеялки с кошечками становятся просто вот необычайно актуальными. Я думаю, что к Новому году они будут просто на пике популярности. Кошечек любят все, потому что все любят их гладить, потому что они милые, потому что они потомки египетских камышовых котов и потому что египтяне обожествляли кошек. Я даже читала где-то такое высказывание, что кошки – это существа-биороботы, оставленные предыдущей цивилизацией наблюдать за людьми. Круто! На идею шитья одеялка с кошечками меня натолкнула ткань с котиками. К этой ткани с котиками есть кайма с котиками и есть еще панели с котиками. Вот они. С которыми мы и будем работать. В принципе, я ставлю задачу, что вы, я сошью эти одеяло с панелей и с добавлением блоков колодец. Ну, надо сказать, что блоки колодец называются не только блоки колодец. А, сейчас, подождите. Смотрите, это одеяло, то есть техника шитья этого одеяла, вся-вся-вся техника сборки с расчетами, с размерами, будет вам доступна в Лоскутном Клубе буквально через несколько дней после выхода этого эфира. Так что, уважаемые члены клуба, пожалуйста, присоединяйтесь. Те, кто не члены клуба, могут вступить в Лоскутный Клуб. Членство у нас, девочки, платное. Первый взнос у нас 1490, все последующие 790 рублей. Но курсы на платформе клуба доступны вам совершенно бесплатно. Итак, в этом курсе по лоскутному одеялку с котиками вы будете комбинировать котиков, то есть панельки с котиками. Они размером примерно 25,5 на 25,5 сантиметров. По всей вероятности, вот с такими, вот, вот с такими вот блоками колодец. Вот этот рисунок блока колодец называется «Ступени суда». Ну, это я вам забежала вперед. Смотрите, у блока колодец на самом деле не одно название. Его называют колодец. Его называют хижина. Его называют локкабин. Его называют еще бревнышки. И его называют изба. В чем разница между этими названиями? Абсолютно никакой фактически. Потому что в разной местности его называют по-разному. Но колодец от избы отличить легко. Изба, блок называется, когда в центре вот такой красный квадратик. Что это значит? В центре избы горит огонь. Ну и бревенчатая изба. Синего у меня нет. Но если серединка синяя, то это колодец. То есть вы смотрите в сруб колодца и на дне плестит синяя вода. Блок распространен и в Америке, и в России, и в других странах. Я его встречала. Особенность то, что можно для шитья вот этим блоком использовать, конечно же, различные лоскутики ткани. Длинненькие вот такие полосочки. Они часто остаются при крое. И, конечно, это одна из основных причин его распространения. Ну, к тому же он яркий, практичный, удобный, веселый. Из способов шитья этого блока насчитывается онлез. Мы с вами будем делать вот такой блок ступени сюда. Но на самом деле есть еще, ну, допустим, скажем так, классический блок, когда мы просто полоски нашиваем одну за другую. Есть блок классический, но когда мы равномерно нашиваем полоски и помимо четырех операций вокруг делаем еще пятую операцию по сшиванию полосок. Ну, разберемся, поясним. Значит, есть еще блок со смещенным центром. Ну, вот, посмотрите, пожалуйста. То есть есть блок, где у нас четкое цветоделение на светлые и темные цвета. То есть вариантов колодца миллион. Вот просто насчитывается огромное количество. Мы прямо сейчас с вами переходим в мастерскую и будем шить, еще раз повторюсь, вот этот блок ступени сюда. И будем мы его шить с вами по основе. Смотрите, в чем разница. Как правило, люди, которые шьют уже давно, могут собирать вот такой блок не по основе. Вот здесь, видите, нет основы сзади. То есть просто сшивая полоски. Как правило, те, кто начинает шить, а их, ну, насколько я понимаю, смотрящих наш эфир, кто недавно шьет, сравнительно недавно, этих людей большинство. И в этом случае я рекомендую вот не шить вот так вот, как я вам показала, просто полотно, а использовать основу. Вот основа. Сразу скажу вам про основу. То есть мы сейчас к технологии перейдем. Если вы шьете одеяло на продажу, конечно, вы используете бомоль либо бясень. То есть что-то такое, какую-то новую ткань. Но если вы шьете одеяло себе, своем родным и близким, мой хороший совет, ну, всем женщинам, да, у нас, как правило, встречаются уже изношенные наволочки и пододеяльники. Вот на них очень хорошая ткань. Вот такая вот, кто-нибудь. Вот это вот как раз пододеяльничек вот такой хороший, как бы на них очень хорошая ткань. И ее вы прекрасно можете использовать как основу. Открою вам секрет. У нас есть курс на платформе клуба по шитью еще лоскутных сумок Тани Яшкиной. И вот при шитье лоскутных сумок в качестве основы для сметки, так сказать, тела сумки используется тот же самый прием. То есть используется вот, ну, Таня говорит в курсе, что это наволочки должны быть. Ну, не разница, нет большой разницы вот наволочкой пододеяльник. То есть вот такие вот тканюшки хлопчатобумажные, тоненькие, вы вправе использовать в качестве подложки. Как для сумок, так и для шитья блока. Вот такой вот. Сейчас мы перейдем к шитью, но до этого давайте вы услышите еще одну важную вещь. Все вы знаете, что у ткани есть два направления нити. Ну, вообще-то три еще по косой. Ну, в данном случае у нас есть долевая и есть уток. Или поперечная. То есть долевая – это та нить, которая идет по длине вдоль кромки рулона с тканью. А поперечная, которая идет поперек. Ну, то есть, которая в ширину. Вот длина поперечной нити в рулоне для пэчворка 110 сантиметров. Да, то есть вот ширина. Вопрос, какие полосочки использовать для блока колодец или изба. Смотрите, если вы шьете без основы, вот как здесь, то гораздо лучше использовать полоски, нарезанные по долевой. То есть долевая нитка идет вот так. Почему? Потому что в этом случае полоски меньше тянутся, меньше происходят искажений, и блок получается более ровный. Если вы шьете по основе, то вам, скорее всего, все равно. И в этом случае вы можете использовать поперечную. То есть резать ткани по поперечной. Если вы режете готовый рулон, то использовать ткань по поперечной более выгодно. Вы так потратите меньше ткани. То есть вы режете поперек вот так вот полосочками. Сразу отвечу, ширина этой полоски 3,5 сантиметра в разрезе и 2,3 в готовом виде. Это мы еще сейчас все с вами посмотрим. Ну, то есть вот для шитья по основе лучше использовать вот такие поперечные полоски. Вот они. Вот они. Вот. Смотрите. Еще одно объявление. Для тех людей, которые не живут в соседнем подъезде с роскошным магазином для почерка, у нас на платформе клуба есть наборы. Они состоят из панели котики и из тканей на вот такие вот лоскутные квадраты, которые вы сможете заказать. Сразу скажу, их не очень много, несколько десятков. Ну, в принципе, тот, кто хочет, всегда может успеть, я полагаю. Поэтому давайте сейчас перейдем прямо к сборке этого блока. Итак, первое. Размеры. Для сборки блока вот такого нам понадобится первое. Квадратик бязи или тонкой хлопчатой бумажной ткани размером примерно 25 на 25 сантиметров. Те, кто шьет одеяло на продажу, может использовать бомоль или бязь, закупленную в магазине. Ну, естественно, что эти ткани нужно перед этим постирать. Ну, или хотя бы декотировать. Декотировать – это значит опустить в горячую воду, в теплую воду, в тепло-горячую воду, вынуть и посушить. Далее. Нам с вами понадобится, смотрите, квадратик. Вот здесь он в готовом виде, в собранном уже, 3,5 на 3,5 сантиметра. Ну, точнее, если быть совсем точным, 3,8 на 3,8 сантиметра. Соответственно, если припуск вашей машины 6 миллиметров, то 3,8 плюс 2 раза по 0,6, то есть плюс 1,2, будет 5 сантиметров. Вот этот центральный квадрат можно сделать красным. Можно сделать, вот как я вам показывала, с каким-то красным рисунком. Ну, если контекст вашего одеяла подразумевает, что там больше синего цвета, можно сделать синий квадрат. Ну, желательно, чтобы он всегда был ярким. Вот таким вот. Итак, первый квадратик 5 на 5 сантиметров. Припуск вашей машины 6 миллиметров в готовом виде 3,8 сантиметра. И давайте посчитаем, сколько слоев в нашем квадрате. Раз, два, три, четыре, пять. Обязательно ли пять слоев? Нет. Можно три. Можно четыре. Можно шесть. Ну, максимальное число, как правило, 3-5 слоев. Это зависит от того, что вы создаете. И почему-то хорошо, когда нечетные числа тоже получаются. Можно и семь, на самом деле. Итак, смотрите. Нам понадобится вот этот узор, достаточно четко распределенный по светлоте. Посмотрите. У нас две темных ткани, да, и две светлых ткани. Светло-розовая в данном случае, светло-бежевая. А здесь фиолетовая и зеленая. Итак, значит, у нас полоски розовой ткани. Раз, два, три, четыре, пять. У нас полоски бежевой ткани. Раз, два, три, четыре, пять. У нас полоски фиолетовой ткани. Раз, два, три, четыре, пять. И, соответственно, полоски зеленой ткани. Раз, два, три, четыре, пять. Хочу предостричь вас сразу от одной ошибки. Ну, как правило, ткань используется одна и та же, да? Вот смотрите. Вот здесь. Жалко было шить этот образец, мне пришлось. Вот здесь. Видите, у нас в зеленых полосках нарушение. И вот это нарушение, вот посмотрите, совершенно сразу явно видно. Поэтому, да, руки учатся на своих ошибках о умном и чужих. Вот этой ошибки, пожалуйста, при сборке не отпускайте. Ну, и еще раз повторюсь, что если вы берете набор в нашем учебном магазине, у вас уже ткани будут подобраны заранее, будут вот такие готовые. Вопрос, какова ширина вот этой вот полоски? Ширина вот этой полоски в раскрое 3,5 сантиметра. 3,5 сантиметра. Соответственно, в готовом виде при припуске машины 6 миллиметров ширина этой полоски составит 2,3 сантиметра. Соответственно, из этого мы с вами можем легко вычислить размер блок. 3,8 плюс 2,3 умножить на 10. В чем на 10? Тут 5 слоев, тут 5 слоев. Итого 23 сантиметра плюс 3,8. 26,8 сантиметра этот блок составит в собранном виде. Ну, соответственно, сейчас он 26,8 плюс 1,2. Сейчас он у меня 28 сантиметра составляет. Вот такой вот блок. Итак, мы с вами сейчас знаем, сколько нам нужно. А, мы знаем, какой ширины нам нужны полоски. Вопрос, сколько полосок понадобится на этот блок. Если вы шьете один пробный блок, вот прямо сейчас, то вы отрезаете по поперечной эти полоски шириной 3,5 сантиметра. И вам понадобится отрезать 2 высоты. То есть, 2 раза полоски отрезать по ширине. В идеале 220. Но на самом деле, конечно, у вас тут останутся остатки. Ну, я думаю, что мы сейчас найдем, куда остатки эти сделать. Итак, приступаем к сборке. Итак, мы в мастерской и приступаем к работе. Первым делом давайте сами вырежем квадрат основы. Он у нас 25 на 25 сантиметров. Так, вот у меня 25. И вот у меня 25. Вот такой квадратик. Я сейчас вырежу. У этого квадратика мы с вами должны найти середину. Ну, это просто. Мы складываем его по диагонали. Вот так. Вот. И еще раз по диагонали. Посмотрите, что у нас получилось. Вот у нас линии, по которым мы с вами можем уже работать. И сейчас при помощи простого карандаша или другого карандаша специального. Сейчас вам покажу. Вот есть такие карандаши. Маркер самый исчезающий. Или при помощи самоисчезающего маркера. Ну, я уверяю вас, простого карандаша бы хватило. Мы с вами сделаем разметочку. Вот у меня диагональ. Под прямым углом, видите, идет. Значит, вот у меня горизонталь. Вот у меня вертикаль. Вот у меня центр. И я делаю разметку. Достаточно сделать шагом 5 сантиметров. После этого я беру квадратик. Могу вот 5 на 5 сантиметров. Могу взять вот такой красненький. Могу взять вот такой вот цветастенький. Ну, давайте возьмем цветастенький. Смотрите, я тоже нахожу у него серединку. Таким же способом складываю по диагонали раз. Складываю по диагонали два. Вот у меня серединка. Видно, да? И вот так вот серединка к серединке. Я его аккуратненько по центру прикалываю. Диагонали помогают мне контролировать ровность прикалывания. И сейчас я иду на швейную машинку. Рядом ставлю утюг. И начинаю с вами собирать наши с вами полосы. Ну, давайте по цвету посмотрим. Вот у нас, давайте, будут слои. Условно говоря, светлые. Ну, вот можно подобрать еще зелененький, допустим, да? Ну-ка, давайте посмотрим. Мы можем подобрать слои темные. Но это может быть все и одного цвета, в принципе. Смотрите. Темненькие мы можем подобрать, наверное. Вот так. Ну-ка, сейчас посмотрим. Ну и можем подобрать вот так, допустим. Посмотрите, я процесс сборки подготовила. Вот швейная машина. Справа у меня утюг. И слева ткани, которые я собираюсь пришивать. То есть, все у меня готово к нормальной сборке. Начинаем. Шаг первый. Я начинаю со светло-зеленой полоски. Вот она у меня. Ширина 3,5 см. Аккуратненько. Аккуратненько вот так я ее выкладываю. Закрепляюсь и прошиваю. Припуск 6 мм. В это же время я беру другую светлую полоску. Пусть, допустим, у меня будет желтая. Вот такая, да? Посмотрите. Я ее точно так же прикладываю с другой стороны. И прошиваю. После этого влажно-тепловая обработка. Обратите внимание, я утюгом не вожу вот так, а я ставлю и фыркаю паром. Продолжаем. Иголочку уже можно убрать вот эту вот. Она нам уже не нужна. Все у нас тут хорошо пришито. Теперь я беру, ну, скажем так, бежевую полоску. Кромочку я у нее вот так отрежу. Точно так же накладываю. Смотрите, аккуратненько. Вот она. Видите? Припуск 6 мм. И точно так же я поступаю со второй стороной. Сейчас влажно-тепловая обработка. У нас пришит первый слой полосок. И теперь мы повторяем операцию. Сначала пришиваем вот с этой стороны по две полоски, потом с этой стороны. Итак, мы сделаем 5 слоев. Смотрим ускоренную съемку. Итак, вот у нас блок, который мы только что с вами сшили. Здесь у нас с вами красненькая серединка. Ну, или она может быть однотонно красной, как я вам уже показывала. Ну, какого-то, может быть, вот такого даже цвета, да? То есть вот у нас блок яркий, собранный. Эта раскладка блока колодец называется ступени сюда. То есть вот ступенечками, видите, здесь делается. Вот этот же блок в более, так сказать, лаконичном варианте. Посмотрите, то есть здесь более четко проявлена геометрия. Здесь однотонные, здесь однотонные и здесь однотонные полоски. То есть можно сделать и так, и так. Давайте посмотрим, как это будет смотреться на фоне котиков. Ну вот, посмотрите, вот более спокойный и более яркий блок. Лично мне нравится, конечно, более яркий вот этот вот, да? Он гораздо лучше подходит котикам. Но, в принципе, на любителям, может быть, кому-то нравятся вот такие однотонные, однотоновые блоки с хорошо проявленной геометрией. Блок с красным квадратом в центре мы можем легко модифицировать и сделать аналогичный блок, только со смещенным центром. Посмотрите, я размещаю квадратик в правом верхнем углу или в левом верхнем углу, как вам удобно. И просто собираю точно так же слой за слоем полоски, один за другой. И у меня получается колодец, только центр у этого колодца смещен. Вот, собственно, и вся разница. Ну, конечно же, такие блоки имеют право на жизнь. Обратите внимание, я точно так же делаю все операции, то есть сборку-углашку. Единственное, что я обрезаю блок до 28 сантиметров. Вот он у меня такой получился. И после этого я его уже примеряю. И, наконец, еще одна версия колодца, которая может вам понадобиться. Мы вырезаем картинку и, как раму картины, обкладываем эту картинку бревнышками нашего колодца. Можно накладывать одинаковое количество бревнышек слева и справа, сверху и снизу. Можно разное. Тогда будет картинка с немного смещенным центром. Вот сейчас вы это видите. И еще раз, пожалуйста, посмотрите на результат. Нормально. Что мы с вами сделали? Последовательность операции. Мы с вами подобрали квадрат ткани. Мы его с вами погладили. Мы нашли у него середину и нашли у него пересечение диагонали. К этим диагоналям мы с вами прикололи центральный квадрат. И вокруг него стали наращивать наши полоски бревнышки. Мы будем говорить бревнышки. Сначала мы нарастили с двух сторон светлые полосы. А после этого, после того, как мы сделали ВТО, то есть влажную тепловую обработку, или, говоря человеческим языком, погладили. Просто технологи, которые смотрят на что, кто учился в швейных училищах, все меня ругают и говорят, не гладить гладит кошку, а утюжить. А те, которые еще более продвинутые технологи, меня попросят, говорят, не утюжить, а делать влажно-тепловую обработку. Теперь я всегда говорю, делать влажно-тепловую обработку. Так вот, сначала мы делаем вот эти светлые слои, ВТО, потом нашиваем первый темный слой. Далее то же самое. Два светлых слоя, ВТО, темный слой, ВТО и так далее. И вот так вот мы с вами накручиваем наш с вами квадрат. Типовые ошибки начинающих. Как правило, если вы только-только начинаете шить, у вас вот здесь вот, вот смотрите, у меня все строчки идут ровно. Люди недавно шьющие, у них вот эта строчка ровно-ровно-ровно, а в конце вот так она раз, загибается. Это ошибка. Если вы так сделали, распарите и пришейте ровно. Следующая ошибка – это не делать ВТО после каждого слоя. Ну, а третья – типовая ошибка, достаточно грубая. Это, как я вам уже говорила в самом начале, неправильный подбор тканей, который нарушает структуру рисунка. Ну, вот видите, да, классический пример. Поэтому шьем аккуратно, без ошибок, строчку держим, влажно-тепловую обработку делаем, свет аккуратно подбираем. Если у вас трудности с подбором ткани, welcome в учебный магазин. Там наборы вот такие вот на квадраты и панели кошечки будут в наличии. Их будет несколько десятков. Я думаю, что всем заинтересованным людям хватит, шить одеяло, я еще раз повторю, мы с вами будем в лоскутном клубе, поэтому подписывайтесь, ссылки внизу. Ну, клуб очень хороший. Дело почему? Потому что вы общаетесь в сообществе единомышленниц, то есть людей, очень близких вам по духу, которые вас понимают. Ну, и все-таки клуб – это закрытая площадка. И на самом деле очень важно, что исключена возможность троллинга. То есть как-то обидеть художника может каждый. Иногда даже… Ну, вот я не очень люблю ВКонтакте, потому что иногда люди такое могут написать. А вот здесь платформа закрытая, все по делу, все члены клуба, поэтому, конечно, в клубе общаться и комфортнее, и спокойнее. И все-таки там более специализированные материалы. В принципе, у меня на сегодня все. Я вам постаралась все рассказать, как есть. Конечно же, те, кто новенькие пришли, подписывайтесь на наш канал. Вот ссылочка здесь внизу. Потому что вы будете получать новости быстро, достаточно такие интересные новости, свежие. Поэтому приходите, подписывайтесь, участвуйте. Обязательно вступайте в клуб. Я буду очень рада вас видеть. Всем удачного дня. С вами была Лада Христенко, мастер лоскутных одеял. Всем пока. Оскудное житье, сладый Христенко, отдыхай душой, наслаждайся моментом. Оскудное житье, оскудное житье, оскудное житье. Оскудное житье, оскудное житье, оскудное житье.